прям подписчикам и гостям я джитли и сегодня мы будем пытаться сделать макияж который я выкладывала в стуле еще раз да но в хремовым варианте потому что в варианте который у меня был лицо выглядело как жареный пирожок без маски сглаживающий вот и мне всегда интересно насколько натурально можно сделать этот майк чтобы он смотрелся в жизни не уверена что на камере будет видно если он будет смотреться хорошо в жизни но мы попробуем лысин лысин тель герлен маленький да потому что потому что в самолете далее что мы делаем мы берем праймер у меня праймер от люкс визаж и есть еще праймер вот такой вот от шу еще была парочка праймеров но я их отдала потому что у меня не такой большой расход косметики в жизни на работе да моя жизнь эта работа я крашу просто глаза и типа консилер наношу вот так вот на эту зону и все нормально этот консилер имеет некоторый пигмент который перекроет наши некоторые несовершенство будем наносить его пальцами в надежде что наши отпечатки пальцев пропадут из базы данных вообще самый топ это база называется по-моему лунное сияние лунный свет вот скажи что менли про у менли про мне очень нравится косметика потому что потому что она профессионально то что она крутая вот моя база от менли про просрочилась пару лет назад не спрашивайте зачем я ее держу потому что это опасно для кожи да на самом деле я наношу ее на себя когда снимаю клипы и вы сейчас просите сколько клипов я снимала ну короче я иногда на себя наношу когда снимаю видосы в том числе клипы потому что она очень хорошо ну хорошее сияние дает через тональник и очень хорошо все фиксирует вот я довольно много база на себя нанесла наношу ее по всему лицу включая нос хотя нос у меня никогда долго не живет он отваливается как у волан-де-морта и я хожу с накладным носом если что это шутка такие у меня шутки теперь мы берем спонжик это спонжик который я купила давненько от фирмы айскрим кстати у меня есть маленькая палеточка от них полное фуфло слезает за минут 15 скорее все будет держаться опять же на базе под тени от манри про проявитель цвет какой-нибудь или какая-нибудь клейкая база но мне кажется она очень миленько выглядит там дракон вот этот японская китайская тематика немножко избиваем себя за то что мы такие какие мы есть как вы знаете мы должны страдать потому что через страдания мы искупляем наши грехи мы сегодня попали под дождь замечательный дождь на отключили горячую воду поэтому я не знаю как я буду смывать макияж скорее всего опять мицеллярной водичкой а потому что у нас нет выбора и будем греть чайник я не знаю насколько плотный тон нужен для этого макияжа скорее всего очень плотный но я вам покажу как наносится тон от или мне очень нравился тон от catrice знаете который в пипетках который застывал просто за пять секунд его надо тушевать огромный огромной кистью но это того стоит потому что если с ним научиться обращаться он фиксируется просто намертво и на хорошо увлажненной кожи довольно долго держится но я не знаю насколько это сейчас актуально потому что у catrice сейчас какая-то новая линейка этих тональник ах вот вообще основная проблема для меня в макияже это то что я обычно но до этого года я не носила линзы а у меня зрение минус три и нато создает некоторые трудности в том чтобы увидеть мелкие детали потому что смотришь на себя и такой мне вроде ничего потом такой выходишь на еще правильное освещение нужно свет хороший вот ну вы знаете да что макияж надо наносить при том свете при котором при котором ты собираешься наносить сейчас вот это будем замазывать чем-нибудь даже не знаю чем вот еще от эвелина у нас есть вот такая штука которую я по крайней мере пытаюсь замазать покраснение типа она не то что прям сильно работает но если для видео это нормально знаете типа ок откуда я жила не тут если что лежит раз два три четыре пять шесть семь косметичек но обозревать мы их конечно же не будем становимся немножко шариком тут у меня вообще шрам который хрен чем замажешь я раньше втиркой замазывала от тони молли а потом перестала все на самом деле я сделала такой слоеный пирог с макияжем этим я короче нанесла тонак на тоналку запудрила потом снова нанесла тонак консилер это еще запудрила но типа тон ровный но он на камере нормально но в жизни видно что там прям такой слой что мы делаем сейчас снова наносим тонак и если мы похожи на блин значит мы движемся правильном направлении потому что лицо должно быть холстон для вашего творчества из консилера у меня есть еще вот такая фигня от люкс визажа консилер светоотражающий типа я его использую на работе наверное мы сейчас не будем использовать мы возьмем консилер от эвелин потому что он тип матовый 005 оттенок мне дико нравится как они выглядят такие закос на люкс короче замазываем наши синяки замазываем их претензионно заходом на висок потому что вот так вот вот это на нос мы наносим отсюда на komm вот сюда на спинку Хотя мы знаем, что это так себе идея, потому что это обычно только выделяет. Вот тут фигачим, чтобы немножко выдвинуть эту часть. Давай еще консилируем, вот это перекроем. И вот сюда подбровь, потому что там все равно будет консилер рано или поздно. Тушуемся. Вообще консилер хорошо наносить кисточкой. У Essence, кстати, для консилеров неплохие кисточки двусторонние. Очень удобные, так как это синтетика. Синтетика очень хорошо работает с кремовыми текстурами. Синтетика дуофибра. А вот конкретно у Essence почти все кисточки это синтетика, потому что они бюджетные. Даже кисточки с Алиэкспресса до конца не могут справиться синтетически с многими вещами, как ни странно. Это как кисти художника. В принципе, ты можешь сделать из гана конфетку, если у тебя есть навык. Но проблема в том, что у тебя уйдет на это больше времени. Надо ли тебе столько проблем ради того, чтобы сделать то, что даже не зафиксируется на холсте. Типа и не останется у тебя на долгие-долгие годы. Вопросики. Так. Мое любимое это после вот этого тона пудрить лицо. Но проблема в том, что я постоянно забываю, что нам надо нанести корректор. Корректор кремовый, потому что кремовый ложится на кремовый, но на самом деле можно и кремовый нанести и на просто запудренное лицо. Просто будут легшие проблемки некоторые. Из консилеров. Чтобы я не посоветовала, я бы не посоветовала ни Influence, ни вот этот. Потому что здесь все для каких-то супер загорелых людей. Я не нашла другой палетки у них. Хотя у них написано, что это 01. Похрен. Мне для того, чтобы накрасить видео, в принципе, достаточно смешать эти два консилера. Итак. Будем ли мы ханджами? Или будем открыть нового? Я даже не знаю. Чисто в теории я бы нанесла это все чем, скажем, кисточкой. Но я не могу нанести нужную кисточку. Я бы нанесла вот этой кисточкой, но я ей наносила уже сухие текстуры. Ну, типа, знаете, когда себя красишь, кисточки можно мыть раз в неделю, если это твои кисточки, которые не используешь в работе. Но если ты красишь кого-то, то кисточки надо мыть после каждого применения. Короче, попробуем пальцами нанести. Для этого мы наносим на импровизированную палитру. У меня есть палитра, если что. Кому хочется в этом убедиться, я потом буду красить девочку. Наверное, я сниму это. Хотя у меня, в принципе, на видосах есть все. Короче, он очень жирный, очень жирный. И он немножко подведает тон. Но если наносить, допустим, пудру, нормально получается. Возможно, я с собой взяла сюда несколько кисточек. А возможно, нет. Да, вот такую кисточку я взяла. Она продавалась в подружке. Юбу фирма 21 номер. Короче, я смотрю, где у меня скулы должны быть. Где-то здесь. Нарисуем себе нос. Нос надо как-то супер тонко нарисовать. В прошлый раз у меня это удалось. Но я рисовала, блядь, очень долго. Типа, вот тут у нас должна быть точка схода. Линии, потому что они должны быть, типа, не параллельны. Плоская синтетическая кисть вообще идеальна для вот этих вот текстур. Обычно я себе контурингом рисую достаточно широкий нос. Просто потому что. Потому что мне не нравится задалкиваться вот с этим... с этими всякими тонкостями. Ну, а сегодня мы это сделаем. Тут я немножечко сделаю в своем стиле. В макияже, типа, считается... Ну, я не знаю, насколько сейчас считается, но... Несколько лет назад считалось, что... все линии должны быть полукруглыми. Типа, никакими не квадратными. Вот этими разномастными, да? А мне нравится рисовать себе квадратные беки. Самая глина, это вот тут вот тушевка. Вот этой вот полоски. Вот я уже напортачила. Тут мы, типа, рисуем круг. Мне уже нечем рисовать, надо зачерпывать. еще этого корректора. Я же говорю, жирный, противный. И я не знаю, где сейчас купить нормальный корректор. Потому что я учусь на своих ошибках. Ну и, как бы, если кто-то советует... Я прям вижу, что он хороший. Потому что кожа у меня жирная. И вот тут крылья носа. Типа, мы тоже их немножко закрашиваем. Но не полностью. Если мы их полностью закрасим, будет беда. Типа, вот эту часть я носа тоже закрашиваю. Не знаю, закрашивает ли какой-нибудь нормальный визажист. Но почему бы и нет. Продолжаем нашу экзекуцию. Коррекция это самая такая проблемная часть. Вообще, этим стиком удобно наносить на лицо. Типа, если сам пользуешься. Но мы этого делать, конечно же, не будем. Или будем. Не знаю. Пока. Короче, тут втушевываем. Эта линия не должна быть линией. Поэтому мы вот так вот сделаем. Не знаю. Вам, наверное, вообще не видно этой коррекции. Хотя, вот у меня был корректор от Essence кремовый. Он был не такой жирный. Он был тоже в рефилах. Он был самый топ. Мы нарисуем себе некое подобие породы. Я думаю, мы когда-нибудь с вами откроем ту книгу, в которой я училась изначально делать макияж. И вы поймете, почему у меня он так получался. Может быть, конечно, я просто дура. Короче, контуринг будем дублировать с сухими текстурами. Наверное, будем дублировать их сейчас, до пудры. Потому что иначе вот это вот все, что мы сделали, оно пропадет. Особенно, если мы будем тушевать это не кистью, как мы сейчас делаем, да, а спонжем, которым мы наносили тон. Потому что спонж, вот этот контуринг, он ест только так. Ну, это если вы будете инфлюенс использовать в качестве контура. Да, все смазала, и что? Теперь беру румяна от Ice Cream. Они тоже кремовые. Лежат, ну, тип Нормес. Вот так вот они выглядят. Они на магнитике. Такая милая лапочка. Наносим это пальцами. Ну, типа, выглядят они очень ярко. Не знаю, как у вас видно, не видно, но у меня контуринг вот этот вот съелся. Кремовыми румяными. Ну, и на этом все. Ну, может быть, чуть-чуть смешался. Я тушу пальцем, как я это делаю на работе. Потому что там очень сложно мыть кисти. А кисти я, ну, не люблю, короче, когда они грязные. Ну, типа, когда много кистей грязных. Немножечко вот сюда. Вот сюда вот. Ну, тут я переборщила, ничего страшного. Нет, ничего, чего нельзя было бы исправить. Наверное. Ну, по крайней мере, в макияже можно просто все стереть и нарисовать заново. Ну, короче, кремовый хайлайтер я не люблю, потому что я их постоянно ебашу столько, что свечусь за километр. Ну, типа, видно все. Что у нас еще есть? Colorfix. Типа, база от Artvisage среднего ценового сегмента. Я бы даже сказала, дешевенькая. Но она не может конкурировать с Menly Pro. Мы это все должны понимать. Работает она хорошо на чистых веках. То есть без консилера. Я ее наношу зачастую до консилера. Потом уже консилер, потом уже тени. Но так вроде не стоит делать. Это у нас не сильно получается. Ну, в общем, вот так вот кремовая коррекция идет. Теперь не заподриваюсь, чтобы лучше липло. На выбор. У нас есть. Палетка больших коллекторов, блядь. Сейчас придет деньги выбивать с вас. За просмотр. Короче, палетка контуринга, для контуринга. Фирмы Propolet. Ее я купила на курсах, блин. Ну, нормально, нормально. С пивком потянет. Что у нас еще есть? В плане корректора. У нас есть скульптор от Estrade. Хороший, такой пепельный, приятный, нормальный. Возможно, его мы сейчас и возьмем. Но, также у нас есть скульптор от Influence. Который блокчейн Taup 06. И он считается румянами. Что странно, потому что по цвету это тупо корректор-корректор. И он уходит немножко в рыжий. То есть, если вы захотите загореть, если вы загорелые, то, в принципе, можно его использовать. Он нормес. Я, наверное, возьму Estrade. Но я сейчас боюсь... Я сейчас боюсь за то, что скульптор от Estrade будет немножечко пятнить. Также у нас есть палетка от Katkin. В ней есть румяшки. Что-то типа скульптора по факту. Темный, румяно-матовый. И хайлайтер. Очень приятный. Не слишком сияющий и не слишком деликатный. Я беру вот эту кисть. Почему не большую кисть для растушевки? Потому что сейчас я буду экспериментировать. Так, ну ладно, тут уже средство подзакончилось на кисточке, поэтому... Немножечко нормально уже ложится. Теперь мы берем пудру какую-нибудь. У меня есть пудра моя, которую я сделала. Есть пудра Katkin. Есть вот такая пудра, которая очень удобна использованием. Если у вас нет никакой баночки, в которую ее можно пересыпать. Но она прикольная. Она для бэкинга хороша. Она спечатывает. Здесь пудра с сифтером. И... Оховкой. В принципе, если надо просто убрать жирный блеск, it's good. Вот. А вот этой пудрик я уже... обсыпалась. Беру кисточку от Deco. Такую из дерева типа. Ну, будем надеяться, что она из дерева. Высыпаем пудру в крышку. В ладошку, куда угодно. Она прям очень... такая... как мука. И фигачим бэкинг. Все, пудра засыпала нахер, все. Я самая умная тут, походу. Берем наш несравненный мизинец, поскольку он у нас меньше всех остальных пальцев. И вот так вот, блядь, закрашиваем все консилером. Делаем слоеный пирожочек. Сюда прям не хватает, да? Контура. Не совсем понимаю, как люди это делают. Тем не менее. Можно вот так, кстати, напрячь. Тогда у нас получится вот эта линия, которую надо выделить. Она как раз выделится. Угу. Так, я пользовалась мизинцем. Забыла уже. Сюда больше консилера. Вот поэтому люди используют кисточки, понимаете? Чтобы так не изъебываться. Угу. Теперь давайте опять эстрадум. А это все полернем, чтобы прям вот так вот было. Как говорится, за мной маленький грешок. Я не воспринимаю косметику, когда ее не видно. Вот это явно мы будем, скорее всего, сейчас исправлять тональником, потому что полосы слишком очевидные, слишком явные. Может, конечно, все дело еще в том, что у меня освещение меняется. Но плохому танцору всегда яйца мешают, как мы знаем. По всему, берем спонж. Берем немножечко тональника. Блядь, на юбку попало, сука. Худра-то еще, ладно, тональник. Давайте еще тональника добавим. Еще. Еще один слой тональника на коже. В чем проблема? Мм? О-к. Оставляем. П-п-пудрим. Пудруем. далее беру свою многострадальную кисть вот эту любимую и чё я делаю я иду нахуй просто иду нахуй сначала я хочу сделать румяна румяна у меня от тони молли какие-то супер древние супер ядреные пользуюсь я этой пуховкой которая в этих румянах находится знаете тут мама не горится передача так-то подчеркиваем нашу субкультуру выделяем нос красным цветом конечно вот так вот чок я делаю себе красный каждый раз когда мне спрашивают у тебя все нормально такая предположим теперь точно берем эту кисть не получится короче сделать макияж чтобы не было видно макияж чтобы было ощущение что сука супер тонкий нос либо я не знаю вы наверное кто-нибудь из вас точно умеет делать напишите свой секрет короче я делаю что мне надо немножечко увеличить себе глаза скажем на два размера да вот кто то хочет себе сиськи увеличить я хочу увеличить все глаза потому что что вот бабушка бабушка зачем тебе такие большие глаза чтобы лучше тебе видеть внученька ладно я стараюсь не переборщить потому что я знаю что я борщу всегда потому что у меня два состояния либо я без макияж либо я сука дура или как там и их называют либо клоун короче тут вот я чувствую мне не хватает прям чинюхи ну как мы сидим так и кладем блять встань нахуй переносим переносим вот эту тень мы переносим и должны ниже перенести ее потому что если мы будем немножко увеличивать глаз он у нас будет вот тут кончаться так что вот отсюда идем вот отсюда так ну конечно же надо немножко еще с носом блин посидеть потому что нос можно рисовать вечно вот можно вот можно смотреть вечно на три вещи на воду огонь и как кто-то рисует себе нос в данном случае я блин запудривала себе делала бейкинг чтобы у меня косметика не полезла и вот она полезла вот тут ладно ок берем маленькую факельную кисточку с алиэкспресса почему потому что надо пробовать все потому что пока ты не попробуешь не поймешь что кисточки на алиэкспрессе лучше не брать но бочонок оказался более менее нормальным в плане того что ну типа им можно пользоваться давайте подюмаем что мы можем сделать я бы хотела воспользоваться вот этой палеткой еще я на ней сейчас держала пудру какая-то она пыльная блюд шугар скорее всего воспользуемся но пока что извините я перескакиваю с кисти на кисть потому что у меня в голове мысли перескакиваться на другую вот короче мы берем вот этот цвет который типа корректор немножечко его вот сюда выбиваем видите он немножечко розоватый немножечко тепленький за счет того что что-то теплое в тени что-то холодное как бы теплое но воспринимается к нам ближе а холодное дальше потому что воздух он тоже имеет цвет пространство имеет цвет почему мы делаем вот так что-то мне подсказывает что надо найти нормальный кремовый корректор потому что вот так вот мне так немножечко смазываем не знаю может у меня просто в глазах уже смазывается а на камере ни хрена не смазывается на камере все пятнистое там все вот это вот давайте представим что она не пятнистое не знаю мне левая сторона всегда нравится больше чем правая как получается делаем нос красным просто красным это что это ус ус звучит гордо да надо быстрее надо ускоряться теперь берем вот эту классную палетку да давайте возьмем белый что мелочится правильно давайте попробуем господи у меня уже все в глазах ничего нет не видно короче добавим немножко фиксатора да не фиксатора этого базы базы база разумеется раз есть консилер и у нас будет трэш на веках короче попробуем как в акварели от более светлого к более темному идти потому что темным мы всегда сумеем затемнить понимаете да а светлая ну придется стирать так что я теряюсь в своих штуках всяких берем значит кисть в очонок и берем какой-нибудь пепельный наверное такой толповый толповый бежевый кейк микс который пробуем нарисовать себе другую складку ну типа да а он слишком рыжий знаете я на другой надеялась так сейчас я возьму подводка от инфлюенс она хорошо подводит когда рисуешь просто стрелки хорошо подводит хорошо рисует когда рисуешь просто стрелки без макияжа пофер короче мы здесь наклеим ресницы будет нормально будет хорошо я уверена короче если у вас такая же беда как у меня и не получает не писать нижний век есть два варианта это наклеить ресницы на нижний век либо взять белую подводку и подкорректировать либо не подводку можно в одну палочку взять и стереть я возьму что-нибудь более легкое чтобы рисовать стрелки можно рисовать это кисточкой кисточкой будет проще нет ничего лучше для ресницы чем кисточка для бровей и шайбная подводка а возьмем 17 7 7 7 7 не знаю как это читается он короче белый карандаш который вроде как более-менее был когда я его покупала типа он реально белый потому что я вчера нанесла подводку на нижний век тут на слизистую полдня не могла отмыть ее ну типа у меня трясутся руки и я не могу определить насколько ровно я сделала но предположим что ок если нам надо чуть-чуть подправить а нам надо это подправить потому что я сейчас наверное идеально не сделаю как я хочу берем карандаш оу элайнер Vivienne Sabo гордимся обязательно обязательно гордимся без этого ничего не получится ребят вот спасибо Можно попытаться растянуть карандаш черный, который мы наложили. Класс. Вот, в общем, так вот делаем. Короче, в чем цимис? У нас должно быть века верхняя, типа которая у нас фейковая, должно быть светлее, чем остальная часть. Поэтому мы можем остальную часть, в принципе, какими угодно тенями затонировать, ну скажем, прик вот таким угодно. Берем нее. Куда я ту кисть? Здравствуй, вот она где, вот она. А еще, кстати, хочу что вам показать. Палетки. Палетки очень прикольные. Катрис, по-моему, да, Катрис, вот такие палетки. Два моих любимых цвета, блин. Короче, этой палеткой мы сейчас все нарисуем. Я же успеваю себя как-то еле на работе нарисовать. Допустим, возьмем вилд лапу такую. Сюда еще можно черный бахнуть, знаете, почему бы и да. Короче, надо было Катрис делать по технике, блин, этого. Так оно называется. Ну, конечно, когда глаз мажешь консилером и просто открываешь его. Так, ну. Сейчас мы брови нарисуем быстренько. И все нормально будет, наверное. Карандаш от Бобби Браун, типа прикольный, да. Но у Бьюти Бомб тоже были прикольные карандаши. Думаешь, я тебе не нарисую бровь? Почему я рисую карандашом? Почему я не рисую ее чем-нибудь другим? Говном, например. Ну, типа вот брови. Их можно подкрасить какой-нибудь зубякой. Такой, например, от Люкс Визаж, опять же. Нет, Люкс Визаж не моя любимая фирма. Давайте приклеим ресницы, потом уже будем решать, чем дальше делать. У меня очень давнейшие такие ресницы есть. Как говорится, why not? Пинцепа нет. Придется пальцем наклеить. Как говорится, ресницы многоразовые, поэтому с вас 500 рублей. А, клей, кстати, для ресниц от Катриси неплохой держит. Что еще надо? Большой частью мы приклеиваем эти ресницы, господи, глазу. Стараемся нащупать краешек ресницей. Без пинцета очень сложно. До этого вы можете еще подкрасить свои ресницы тушью. Чтобы понять, правильно ли я попала? Попала ли я? Неправильно ли я попала на свои ресницы. Ну и сделаем это что-то так нормально. Видно, когда не прокрашиваешь, видно то, что ресницы вот тут растут. Можно несколько слоев нанести, там три слоя этих ресниц. Тогда будет лучше. Ну, типа ок, ладно. Что-то примерно такое я и ждала, да. Теперь я хочу взять румяшки, вот эти вот от Катки. Немножечко их вот сюда вынести под глаз. Под глаз вообще я лучше наносить что-нибудь, конечно, темненькое. А, и на щеки тоже. Как говорится, румян много не бывает, да? На самом деле бывает, но если ты морковь уши, то, конечно, нет. И этой же кистью я буду наносить хайлайтер. Я даже, наверное, другой хайлайтер возьму. Тоже от Джеффри Стар. Он суперсияющим должен быть. Но я им очень редко пользуюсь, потому что на мою жирную кожу суперсияющий хайлайтер он очень плохо наносить. Короче, да, он такой, а-ля зеркальный. Под бровь. Ну, поскольку он зеркальный, он очень сильно выделяется. Ну, типа, чё это? Да? Чё это такое? Намножечко сюда хайлайтера. Вот так вот, наверное. Он тут, правда, смешался с чем-то. С жопой, блин, смешался с моей. Извините. Ну, короче, ванфас он не виден. Он виден только если поворачиваешься. А если поворачиваешься, вы говорите, что у меня жирный белеск лица. Ну, как бы, да, окей, хорошо. Может быть, я просто, блин. Наверное, всё проще. Я, наверное, его должны не сюни кейсю, а пальцем вот так вот. Вот так вот, чтобы было. Угу. Чтоб прям элистело всё. Вот так вот. Ещё нет для леди-робота. Ну, вот я, кстати, о вот этих карандашах от YouTube-бом говорила. Они классные. Карандаши, конечно, для слизистых. Я не хочу так-то изъёмываться. Сделаю, как вчера. Ок. Как вчера сделаем. Рисуем, короче, вот так вот. Херак. Олевой помадой. Главное, чтобы она была не рыжая. Чтобы будет ощущение, как по морковке. Так, идите-дите-дите-дите-дите. Возьмём немножко ватного диска, да? Я обычно беру ватную палочку, но... Короче, затираем края. В хорошем это надо сделать с красной помадой. И нормально тогда будет. Если мы хотим стереть цвет, можно нанести консилер к листью или пальцем чем-нибудь. Мы сейчас и сделаем. Если у вас возникла ассоциация с синяком, с губами, да? Значит, я добилась эффекта. Но для того, чтобы до конца добить это, мы возьмём тинт от Тони Моли. И вот так вот сделаем. Фигнем сверху. Угу. Немножко так. Эх, не тряслись бы руки. Нравятся мне такие губы, понимаете? Ну, типа синяк. Типа тебя укусили за губы так, что у тебя теперь синяк. Можно немножко ещё фиолетового добавить на всякий пожарный. Так, что прям густо было. Такой некро, некро стиль. Короче, всё. Это у меня закончил. Потому что я могу много, долго краситься. Ну, вот так вот мы уже немножко понимаем, где мы проебались, да? Хочу вам сказать спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, на бусте. Можете подписаться, если хотите поддержать меня. Ну, потому что монетизации-то у нас сейчас нет. Вывода нет в России. Денег. Вот. И, как бы, так вы поддержите, там немножко проспонсируйте клипы, музыку мою. Почему нет? Кстати, я вот записала новую песню. Скоро её мне пришлют. Всё. На этом всё, да. Всем спасибо за просмотр. Пишите, как вам мой макияж. Сделали либо вы себе такой, или, может быть, вы себе сделали какой-то такой получше, который вам больше нравится. Ну, всё. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok.